МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Добрый вечер. Добро пожаловать к нам в эфир. Кроме того, по зуму с нами будет общаться генеральный секретарь ПАЧЕС, академик Асяф Гаджев. Асяф Малим, здравствуйте. Как слышите? Добрый вечер. Приветствую всех вас. Взаимно. Уважаемые гости, мы начнем наш разговор с такой темой. Дело в том, что сегодня в Агдаме началась церемония открытия Азербайджанского национально-градостроительного форума. Там принимают участие международные организации и при содействии ООН. Университет Адата. Там целый комплекс участников. И там был президент Азербайджана и первая леди. Президент Азербайджана выступил с речью перед участниками. И там он касался, конечно же, не только всего того, что мы все уже прекрасно знаем на освобожденных территориях. Это огромное количество разрушений. Это вандализм армянский. Но господин президент говорил и о будущем. В своей речи он, в частности, сказал, что несмотря на... Он говорил, по сути, участники форума, они были знакомы уже, когда приезжали в Агдам, они видели, что там произошло. На фоне всех этих разрушений глава государства сказал, что несмотря на все это, мы предлагаем Армении мир. И в этой связи он даже дал свою оценку тому, что происходит на переговорном треке в том, что касается того, что Азербайджан и Армения обсуждают мирное соглашение. Я позволю цитатой это представить. Значит, президент сказал, у нас есть определенные оптимистические мысли по поводу мирного процесса. Потому что несколько дней назад на встрече министра Анастана для Азербайджана и Армении состоялось обсуждение по подготовке текста мирного договора. Мы надеемся, что этот процесс не займет много времени. Я бы хотел, уважаемые гости, давайте, Особенно, если позволите, начнем со студии. Далее ваше мнение узнаем. Раз уж есть такой оптимизм, он есть не только у Азербайджана. В то же время глава государства это неоднократно там тоже отмечал, что мы знаем тактику армянской страны по затягиванию. Именно на ваш взгляд, что может сломать процесс, о котором все так оптимистично настроены. И дело в том, что там, опять же, этой цитатой президент сказал, что да, они и раньше в переговорных процессах пытались затягивать, но на этот раз, если еще раз это произойдет, то это будет уже серьезная ошибка, следующая серьезная ошибка. Что может сломать процесс, чтобы мы понимали, куда мы идем? Ну, сломать процесс может все то же самое, что неоднократно ломало процесс. Точнее, те же самые люди, которые неоднократно ломали и затягивали процесс урегулирования конфликта последние 30 лет. Тогда это были армянские власти, сейчас их принято называть реваншистами, оппозицией, карабахским кланом, как угодно. Эти люди никуда не делись из политического пространства, внутри армянского. И они все так же представляют определенный риск для нормализации отношений между Баку и Ереваном. В том смысле, что они регулярно оказывают давление на Пашиняна, на правящую партию Гражданский договор, потому что, разумеется, им невыгодно нормализация отношений между нашими странами. Разумеется, им выгодно давить на Пашиняна с тем, чтобы вернуться во власть и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не случайно каждый раз, когда случаются определенные позитивные сдвиги в нормализации от наших отношений, мы видим митинги в Ереване, мы видим протесты, мы видим шествие чуть ли не к дому Роберта Кочаряна, которого, собравшись, не знаю искренне или за гонорар, но чуть ли не спасителем страны уже окрестили. Это, наверное, один из главных факторов риска, касающихся готовности Еревана к подписанию соглашения, к его разработке, к реальной нормализации. Плюс, опять же, как говорил глава государства, мы неоднократно слышали разного рода заявления из Еревана на протяжении последних десятилетий. Все они на словах были оптимистичны, настроены на мир, на урегулирование и так далее. Чем это все закончилось, мы с вами прекрасно помним, уже два года прошло с того момента. Плюс, опять же, если брать перспективу последних двух лет, ретроспективу последних двух лет, поствоенных, неоднократно были определенные позитивные сигналы из Еревана, и мы их с вами неоднократно обсуждали, и всегда говорили о том, что к ним нужно относиться крайне настороженно. Конечно, прошло два года, подвижки определенные есть в нормализации наших отношений, но конкретики до сих пор от Еревана мы так и не видим. То есть на результат мы пока еще не вышли? Да, мы не вышли на результат. И почему мы на него не вышли? По той же причине, по которой мы сейчас осторожно оптимистичны в смысле нормализации, в смысле подписания договора между нашими странами, по большому счету оперативная обстановка не поменялась. Мы все так же слышим позитивные сигналы из Еревана, но потом на неделимитированной границе между Арменией и Азербайджаном случаются провокации. Потом Министерство обороны отчитывается о том, что в том или ином приграничном районе были обнаружены заложенные уже после войны мины. И какая из этих сторон медали армянской, какая из них основная? Вот это вопрос, на который нам предстоит, мне кажется, еще узнать ответ. Азербайджан, вы слышали ответ. В ответе, в принципе, два момента звучало. Это сломать процесс может какая-то внутренняя оппозиция, скажем, о политическом ресурсе, которых мы можем только догадываться, но и, скорее всего, там не такой уж сильный политический ресурс. И вот специфика нынешней армянской власти, которая постоянно шарахается, постоянно шатается. Непонятные ребята, два года они толком не могут с нами выйти на мирное соглашение. Во-первых, по поводу оптимизма. Складывается ли у вас такое ощущение, что скорее здесь история оптимизма? И второй момент, что может все-таки сломать процесс? Я это в том плане задаю вопрос, чтобы нам быть готовы. Вы знаете, я бы сказал бы, сломать, вернее, ломает процесс то, что ситуация в Армении напоминает ситуацию из басни Крылова от трех музыкантов. То есть в стране нет единства. Есть существующая власть, которая говорит одно, есть оппозиция, которая говорит другое, есть еще армянская диапсора, которая говорит третье. Поэтому нужно ожидать, что в любой момент могут быть любые провокации. На это очень хорошо господин президент ответил. Что это шанс, который Армения не должна упустить. В случае чего они увидят железный кулак, который они видели два года тому назад. Поэтому я думаю, что армянам надо серьезно задуматься. Может быть, действительно, у премьер-министра Армении Пашиняна есть такие намерения, как он сказал, что он готов подписать мирное соглашение в границах Советского Союза. Но тут еще надо уточнить, что он начнет границах Советского Союза, потому что в течение времени границы менялись. Вы знаете, Азербайджан вступил в Советский Союз с одними границами, вышел с другими границами. Это тоже вопрос. А во всяком случае, то, что Пашинян декларирует, что он готов подписать, это, я думаю, что такой положительный момент. Но с другой стороны, я бы хотел обратить внимание на то, что вот посмотрите, как часто случаются провокации. Я думаю, что сегодняшняя власть в Армении, она не контролирует полностью ситуацию в своей стране. И вот с этой точки зрения, я думаю, что тут необходимо привлечь международные организации, международные силы, чтобы, так сказать, под их патронтажем был мирный договор. Но никак не Минскую группу, потому что по поводу Минской группы господин президент очень четко сказал, что она закончила свое существование. Я не понимаю попытки некоторых стран реанимировать эту группу. Вы знаете, реанимируют, возвращаются к старому, когда? Когда есть какие-то положительные сдвиги. За 30 лет эта Минская группа чем занималась? Она только приезжала в Азербайджан, говорила одно, уезжала в Армению, говорила другое. Это были, так сказать, туристические поездки, я бы даже сказал, такие гастро-туристические поездки. Ровным счетом ничего не сделают за 30 лет, что давать им шанс еще 30 лет ждать. Поэтому в этом плане позиция Азербайджана очень четко, и господин президент очень четко заявил, что ни о какой реанимации Минской группы не может быть и разговора. Я бы хотел коснуться, наверное, возразить этот вопрос по поводу мероприятия, которые проходят в Агдаме. Знаете, вот эти последние события, и вот то, что Энтони Блинкен позвонил господину президенту, то есть был такой разговор с трех сторон. Он звонил главам МИД, Армении, Азербайджан. То, что вчерашний телефон. До этого он еще звонил господину президенту. Я думаю, что тут проявляется то, что действительно Азербайджан выходит на политическую сцену. Азербайджан, я же зарекомендовал, как стабильная страна. А по поводу господина президента, я бы сказал, вот эти события последние показывают, что, с одной стороны, это крупный политик, который действительно политически решил многие вопросы, с другой стороны, тонкий дипломат. А третье, что очень немаловажно, посмотрите за последний, ну, главнокомандующий, это само собой, а вот посмотрите за последние годы, за последний, ну, год-два, какие большие события, то есть восстановительные работы проходили в Карабахе. То есть тут уже господин президент, я думаю, что выступает как президент-строитель. Я лично был в Шуше и вот видел эти дороги, которые за короткое время на уровне международных стандартов с высоким качеством были сделаны. И еще, вы знаете, хочу обратить внимание на то, что вот тут еще проявляется гуманизм азербайджанского народа, гуманизм господина президента. Вот посмотрите, что он сказал, сказал армяне, которые живут в Карабахе. Асям, если позволите, раз уж вы раскрыли тему, давайте с вас начнем, далее вернемся в студию Камину. На самом деле, господин президент говорил об этом, он в своей речи коснулся того, ну, скажем так, как будущего армянского населения в Азербайджане, которое живет вот в Карабахском регионе Азербайджана. Он сказал буквально следующее. Армянское население, проживающее в Карабахском регионе Азербайджана, является нашими гражданами. Мы не будем обсуждать с каким-либо международным центром, как привести их жизнь в порядок. И тут нет места какой-либо двусмысленности. Асамам, как вы считаете, вот это, у вас есть ощущение, что это мысль, которую, в принципе, Баку сразу после войны четко озвучил. Нет двусмысленности. Она все шаг за шагом, она все-таки воспринимается, скажем так, и внешними акторами, которые, понимаете, как здесь, такие у нас есть активные стороны, которые неуместно какие-то свои услуги предлагают, им и дают понять, что в ваших услугах нет необходимости. Но они как бы суетятся особо. Вот у вас ощущение есть, что вот этот четкий ответ, который озвучивает Баку, он все-таки воспринимается, или он вводит их в ступор, и они просто упираются? Нет, я думаю, что это все заявление очень четкое. Вы знаете, я такой хочу пример привести. Вот посмотрите, Великая Отечественная война Советского Союза. Сколько лет она длилась? Пять лет. Правильно? Как вы представляете, после того, как 9 мая был День Победы, после 9 мая, каково было бы, мог бы кто-нибудь в Советском Союзе заявить, что немцы, которые живут, они будут гражданами и прочее, прочее. Вы знаете, какое к ним отношение было? А посмотрите, 30 лет наши земли были под оккупацией. И несмотря на это, азербайджанский народ, его президент, вновь проявляет шаг гуманизма и говорит, армяне, которые жили здесь, они будут жить и будут гражданами Азербайджана. И нет никаких возможностей, вообще нет смысла обсуждать этот вопрос. То есть, разговор идет о том, что ни о каких автономиях, ни о каких статусах разговора быть не может. Война закончилась, слава богу, хотя бывают провокации. Хотят армяне жить с нами, ради бога, они будут всеми правами пользоваться, как и граждане Азербайджана. А тот, кто не хочет жить, это его дело. Вообще, человек всегда сам выбирает место своего жительства. Я думаю, что этот сигнал, это сигнал не только к жителям Карабаха, армянам, это также сигнал к руководству Армении. И то, что вот у премьер-министра Пашиняна несколько раз звучало, что он, в принципе, признает Карабах в составе Азербайджана. Это, я думаю, что такой шаг вперед, который позволит действительно в ближайшее время, ну, не знаю, сколько на это время ему идет, подписать мирный договор. Вы знаете, в мирном договоре я думаю, что больше должна быть заинтересована Армения. Потому что будет мирный договор, откроются коммуникации, ведь посмотрите, страна задыхает. Если позволите, это уже как бы другая часть разговора, мы к этому еще вернемся, но узнаем мнение именно по этому поводу. Опять же, Голового государства четко дал понятно, это наши граждане, как там приводить порядок их жизни, это наше дело, мы ни с кем советоваться, ни с кем обсуждать этого не будем. И по поводу этой мысли, опять же, там разные были сразу после войны, те, которые не могли переварить итоги войны, ну, выступали и так далее. Сейчас, на ваш взгляд, все-таки больше понимания в этой связи есть? Или все еще остаются те, кто упирается? Ну, понимания, конечно, больше. Но совсем не потому, что в головах этих людей что-то поменялось. Они переваривать не научились, но теперь понимают, что им придется переварить эту мысль, хотят они того или нет. Потому что с течением времени позиция Баку не меняется. Мы, как после войны говорили о том, что армяне Карабаха, наши граждане, и как организовывать взаимодействие с ними, как организовывать реинтеграцию и прочие вопросы решать, мы будем рассматривать это все в качестве внутреннего дела Азербайджана. И даже с Арменией, с Ереваном обсуждать это не намерено. Что уж говорить там о третьих каких-то странах. Прошло два года, позиция Баку не поменялась. И всем международным акторам, о которых мы с вами говорили, касаясь этой темы, теперь становится понятно, что уж действительно позиция не меняется. Что Азербайджан будет стоять на своем. И то, как говорил глава государства много раз, та позиция, которую он озвучивал, что Азербайджану не получится ничего диктовать. Ни по каким звонкам из той или иной мировой столицы Азербайджан не намерен останавливаться или менять свою позицию, или корректировать свои стратегические планы. Что касательно пограничного вопроса, что касается вопроса решения дальнейшей судьбы армян, проживающих в Карабахе. То есть им, конечно, не хотелось бы терять такой рычаг влияния. То есть не судьба армян их интересует в первую очередь? Конечно, судьба армян вряд ли интересует политиков в тех или иных мировых столицах, потому что, если бы их действительно интересовала судьба армян, 30 лет минская группа, как Асеф Майрин правильно ответил, не ездила бы в кебабдировки, а занималась бы реальной какой-то работой. И, наверное, к чему бы мы уже, наверное, и пришли. Если бы их интересовала судьба армян, то, наверное, было бы определенное международное давление на правительство Пашиняна за последние два года с тем, чтобы он поскорее заключил мирный договор, а не занимался попытками затянуть время так же, как это делали последние 30 лет его предшественники. Потому что, по большому счету, любому, кого действительно интересует судьба армянского народа, что в Карабахе, что в Ереване, живущего, если человека или силу, или ту или иную столицу мировую действительно так заботит их судьба, и им стоит задуматься о том, чтобы порекомендовать армянам путь для нормализации экономического взаимодействия со своими соседями, для повышения уровня жизни населения Армении. А все это лежит через нормализацию отношений с Азербайджаном и с Турцией. Ну, в первую очередь с Азербайджаном, конечно, потому что самая тесная интеграция в любом случае будет в рамках Южного Кавказа. Это в нашей истории даже было. Да, безусловно. И если уж кого-то так заботит судьба Армении или армян, так займитесь этим. Начните оказывать на этих людей давление, объясняйте им. Не помогайте им затягивать ситуацию и тянуть время, а выведите их на этот путь, который в конечном итоге приведет их к благу. И в таком случае, да, можно будет сказать, что действительно, да, вас интересует судьба армян. А все эти разговоры о том, что вот мы заботимся о судьбе того или иного армянского населения, тех или иных армян в Карабахе или там в самой Армении, это по большому счету разговоры в пользу бедных, которыми те или иные силы, в том числе, конечно, на Западе тоже, пытаются сохранить свою роль, пытаются сделать вид, что этот конфликт все еще имеет место быть для того, чтобы оправдать продолжение своей деятельности в первую очередь, потому что не нужно забывать, что иначе вся деятельность этих людей теряет смысл. Конечно. По поводу тех людей, деятельность которых теряет смысл, а Санам, на чем опять же с вас, дали именно ваше мнение по этому поводу. Санам, вот я бы хотел сюда еще добавить, что они все время оттягивают этот процесс и говорят, а какие гарантии, какие гарантии. Вы знаете, гарантией может быть то, что, посмотрите, в Азербайджане сегодня без всяких проблем проживает почти стотысячная русская диаспора. В Азербайджане живут, как граждане Азербайджана и пользуются всеми благами нашего государства, представители других народов. И никто не испытывает никаких неудобств. Чего мы не можем сказать об Армении. Это моно-страна, а в Азербайджане живут и процветают. И поэтому это есть гарантия, что армяне, которые станут гражданами Азербайджана, будут жить, как и все Азербайджане, без всяких проблем. Если позвольте буквально репликой по поводу этих гарантий, понимаете, вот это очень сложный такой вопрос. Кто сказал, что оттягивание вопроса вообще увеличивает количество гарантий? Есть ощущение, что это наоборот работает. А самое важное, по поводу Минской группы ОБСЕ, действительно, глава государства выступает, тоже коснулся Минской группы ОБСЕ. Он просто говоря о том, в каком состоянии сейчас находятся освобожденные территории, перечисляя все те объекты, которые были уничтоженными армянской стороной за все эти годы, он сказал, что Минская группа ОБСЕ, сопредседатели, они приезжали, видели, все это видели, и никогда ничего не говорили. То есть не делали правильных заявлений. А сегодня кто-то хочет реанимировать Минскую группу ОБСЕ, там, так сказать, у которых в свое время был мандат на урегулирование конфликта. Но конфликт урегулирован, и нам, в принципе, Минская группа ОБСЕ не нужна. А с вами я заметил одну вещь. Вот эта критика из Баку после войны, особенно, что вы все это видели, вы все приезжали и не реагировали, она звучит не первый раз. Но Минская группа, скажем так, страны, которые называют себя сопредседателем Минской группы ОБСЕ, их бывшие там действующие дипланты, ноль реакции. Они не пытаются оправдываться по этому поводу. Особенно на ваш взгляд, почему и о чем это говорит? Ну, во-первых, вы знаете, я хочу, вот если помните первые дни после войны, когда господин президент посетил освобожденные земли, помните, он сказал, он не только к Минской группе обратился, но и к ЮНЕСКО, когда он показал разрушенные мечети, а потом он сказал, что это все видели. Минская группа видела, и ЮНЕСКО видела, и никто ничего не говорил. То есть тут проявлялись какие-то двойные стандарты. Вы знаете, вот эти страны, которые настаивают на том, чтобы реанимировать Минскую группу, я бы посоветовал вот что. Вот этим странам необходимо сейчас заставить Армению уйти с оставшихся оккупированных территорий, и потом заявить к Азербайджану, сказать, что вы знаете, вот-вот, мы добились этого. И после этого, наверное, господин президент подумает, стоит ли Минскую группу реанимировать или нет. То есть они тогда ничего не сделали, сейчас ничего не делают, и только хотят, наверное, им понравилось ездить в Азербайджан. Не думаю, что им очень нравилось ездить в Армению. Они приезжали в Азербайджан, Баку цветущий город, у нас прекрасная кухня, их возили, показывали город. Поэтому, наверное, они опять хотят вернуться к этим туристическим поездкам. Но мне кажется, как говорится, концерт закончен. Азербайджан вернул свою оккупированную территорию. И, как говорится, реанимировать эту группу абсолютно нет никакого смысла. И нет оснований, честно говоря. Но вот на каком основании их надо реанимировать? Чем они будут заниматься? Да, кто-нибудь из них может там сказать, что вот вы знаете, вот мы тогда-то это смогли сделать. Но они же на 30 лет ничего не сделают. Поэтому я думаю, что господин президент очень справедливый, говорит, что нет, не будет никакой минской группы. Ваша мысль понятна. Я просто добавлю, я неоднократно это в эфире, в принципе, тоже подчеркивал. Это вот армянская сторона раньше, сейчас реже говорит, но много говорила о том, чтобы возродить минскую группу, которую мы считаем, в принципе, проект умер, да, уже. Такая дипломатическая некрофилия, связанная с минской группой ОБСЕ. И, честно говоря, разумного ничего объяснения нет. Но опять же, эти обвинения, которые Баку озвучивает неоднократно, вроде как внутри ощущение такое, что если люди хотят вернуться, они должны как-то оправдаться. Нет, мы из-за этого не сказали. Они даже не пытаются оправдаться. Так они вряд ли считают, что они ничего не сделали. Они проводили переговоры. Очень долгие переговоры. Они организовали встречи. Они предлагали какие-то принципы, если помните, проекты какие-то. Деятельностью занимались. Работали? Да, работали. Был результат? Нет. Но обвините в том, что они ничего не делали по их логике. Невозможно. То есть, когда они это слышат, они переглядываются, о ком и речь? Конечно. Да, да, да. Конечно. Мы же делали. Мы же организовали встречи. Мы же там старались делать какие-то заявления. Мы же ездили там 245 с половиной раз в Баку и 345 с половиной раз в Ереван. А еще мы в Белисе встречались. А еще мы в Брюсселе проводили встречи. Смотрите, мы что-то делали. Да, это окей. Делали, безусловно. Результаты нет никакого. Поэтому, наверное, и не оправдываются. Потому что их цель изначально была в деятельности, а не в результате. Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта было в первую очередь выгодно Азербайджану. Во вторую очередь это было выгодно самой Армении. Но не тем силам, которые занимались процессом медиации вот этих армяно-азербайджанских переговоров и всего того, что было с ними связано. Чем дольше длилось урегулирование, тем дольше работала минская группа БСЕ. Каталась туда, каталась сюда. И в принципе их все устраивало. Потому что не нужно забывать, что Нагорно-Карабахский конфликт, пока он не стал урегулированным в 2020 году по результатам 44 дней боев, это был рычаг давления. Это был инструмент, с помощью которого можно было пытаться оказывать определенное влияние как на Азербайджан, так и на Армении. Сейчас этого инструмента нет. И вот видимо с этими связаны попытки реанимировать этот уже давно-давно почивший формат. Вот то, что Эмин сказал, опять же общий вопрос, начнем с ваш, дальше в студии возьмем ответ. Это на самом деле по поводу того, что чем дольше длится конфликт, тем внешним игрокам больше интереса, им лучше и так далее. Вот смотрите, вчера, я так понимаю, это произошло в ночь с 4 на 5, госсекретарь США Энтони Блинкин организовал трехсторонний телефонный разговор с его участием, участием главы МИД Азербайджана и Армении. На моей памяти вот такого трехстороннего разговора ранее не было, трехсторонние встречи были, но сейчас уже американцы перешли в формат трехсторонних телефонных разговоров. Так вот, в этом разговоре Энтони Блинкин сказал буквально следующее, я опять же по данным СМИ просто процитирую, он подчеркнул важность отказа сторон от военных столкновений, ну это понятно, и ускорение переговоров по предложенным элементам мирного договора и продолжение работы в рамках комиссии по делимитации. С одной стороны, знаете, конечно же радует, когда госсекретарь США использует фразу «ускорение переговоров». Я на своей памяти, будучи журналистом, не помню, чтобы за 30 лет госсекретарь США выступал и говорил, вот тот конфликт, который был, ускоряйте решение. То есть всегда была позиция такая, вы решите, мы согласимся. Не решите, так будем переговариваться. И вот так они говорят. Я просто хотел бы узнать ваше мнение, Ася Аф Майленов, в чем заключается в данном случае мотивация американской стороны, которая вот торопит, я так понимаю, ускоряет. Они просто, я так понимаю, они даже не хотят оставлять переговорщиков даже на час. Он и звонит, и он организовывает встречи, помощники приезжают, опять же звонят. В чем мотивация американской стороны? Вы знаете, дело в том, что политическая ситуация кардинально изменилась в свете последних событий, которые происходят в регионе, в Черноморском регионе, в регионе близком к нам. И потом Азербайджан, вы знаете, сегодня выступает гарантом энергетической безопасности Европы. Наверное, можно было подчеркнуть визит господина президента на открытие интерконнектора Греция-Болгария, через который газ Каспийского моря пойдет в Европу, то есть Грецию, Болгарию, Италию, Албанию и дальше Сербию. И вы видели, какие восторженные отзывы были о нашем президенте. То есть Азербайджан сегодня играет очень важную роль, несмотря на то, что мы небольшая страна. Я бы даже не постесняюсь сказать, не только на европейском континенте, вообще уже страна приобретает такое, ну может очень громко будет сказано, мировое значение. Во-вторых, у меня вот такой вопрос. Вот если армяне действительно хотят настроенно, оптимистично заключить договор, что они уцепили за эту минскую группу? Если у вас есть желание, господин президент неоднократно заявлял, что да, мы готовы, мы выдвинули пять принципов. И положительный момент в том, что вчера, по-моему, министр иностранных дел Армении господин Мирзоян сказал, что в Армении нет возражений против этих пяти принципов. Да, остается понятно, почему не двигаемся вперед. Да, он это говорил. Поэтому у меня возникает вопрос. Ну хорошо, если нет у вас противоречий, почему мы не двигаемся вперед, почему мы тянем? Ну я думаю, что тут как раз, вот вы знаете, нет такого, видно, глубокого желания. Но я думаю, что желание есть. Я все-таки возвращаюсь вот к идее, что в стране нет единства. Вот я сказал, что есть разные силы, и власть как-то, мне кажется, не совсем устойчива, и поэтому этот процесс тянется. В первую очередь, чтобы подписать мирный договор, я думаю, что должна быть стабильность в стране, которой, к сожалению, в Армении нет. В Азербайджане уже долгое, длительное время есть стабильность, и у нас четкая позиция, мы выдвинули свои пять пунктов. Я думаю, что Армении сейчас надо это принять, как они сказали, что нет противоречий, и дальше, и двигаться дальше. Потому что дальше будут открытия коммуникации, разблокированные коммуникации, в которых больше всех заинтересована Армения. Страна в жутком положении, неужели там не понимают, что открытие коммуникации – это жизненно важный вопрос для Армении. Но я думаю, что для оппозиции, для людей, которые преследуют другие цели, прийти к власти или что-то другое, им как раз невыгодно открытие этих коммуникаций. Потому что, вы знаете, когда слабая экономика, тогда, как говорится, можно в стране устраивать беспорядки и прочее, прочее. Вот поэтому в первую очередь необходимо, чтобы там наступилась стабильность, и тогда можно будет двигаться вперед. Но я оптимист по натуре, я все-таки надеюсь, что движение вперед будет, тем более такие силы задействованы. Видите, господин Блинкен проявляет инициативу. Каждую неделю или звонит, или встречается. Асам, у нас просто остается мало эфирного времени, я должен переходить на следующие вопросы. Просто репликой скажу каждый раз, когда я слышу от гостей о том, что вот в Армении должна быть стабильность и так далее, я просто не понимаю, как мы можем это организовать, ввести войска, остановить что-то. Я вообще не понимаю, как Азербайджан это может сделать для них. Но именно ваше мнение, вот эта активность Вашингтона, как вы вообще ее оцениваете? В чем мотивация американской стороны? Я опять же говорю, я журналистам за 30 лет не слышу, что в госсекретаре США вышел и сказал, что ускоряйте переговорный процесс. Ну, мне кажется, что здесь в первую очередь людям нет силам и странам, которые сейчас так или иначе задействованы в нормализации отношений между Баку и Ереваном. Им не хочется делиться лаврами. Этот фактор, мне кажется, тоже не стоит списываться из счетов, потому что понятно, что есть конкуренция между московскими и брюссельскими форматами. Да, она не такая жесткая, но тем не менее. В Москве недовольство выражают, не особо выбирая выражение. Я бы сказал так, по крайней мере, эти форматы друг другу не мешают. Они действуют параллельно и, в принципе, если говорить о конкуренции между этими форматами, пока что это вооруженный мир и, наверное, оно и к лучшему. Потому что, в принципе, и тот и другой формат для Баку выгодны, если они приведут к каким-то конкретным делам, к каким-то конкретным совершениям, к открытию коммуникации, работе по делимитации или еще что-нибудь. Что касается США, безусловно, США один из заинтересантов того, чтобы, во-первых, чтобы в конечном итоге нормализация отношений проходила под тем или иным западным форматом. Это раз. Второе. США, безусловно, один из заинтересантов того, чтобы границы, наконец, определились для того, чтобы, скажем так, отношения нормализовались в той или иной степени, чтобы, по крайней мере, запустилась некая экономическая деятельность в нашем регионе дополнительная, которой сейчас нет. И, конечно, это будет заставлять Блинкина, как вы выразились, звонить, устраивать встречи регулярные, потому что уже есть общее понимание того, что конфликт решен. Ровно то, что говорил все эти два года президент Хамали. То есть нет смысла расставлять вот так? Конечно, конечно. Потому что, по сути, что бы там ни говорили публично те или иные политики, как, например, мы слышим из Франции разного рода заявления, они же не говорят перед тем, как озвучить ту или иную антиазербайджанскую чушь, они же не объявляют, что, ребят, у нас скоро выборы, в моем округе большая армянская община, поэтому сейчас я скажу следующие слова. Неадекватные слова. Естественно. Говорить этого не говорят. Но если мы отбросим публичные заявления, которые, понятно, какими причинами вызваны, мы поймем, что в целом конфликт действительно решен, что бы там кто ни говорил. Контроль над территориями восстановлен? Да. Иранская граница полностью под контролем? Да. Граница с Арменией, пусть и не делимитированная, но полностью под контролем? Да. Так или иначе, конфликта как такового больше нет. То есть, опять же, уходить в терминологию, что такое конфликт, на самом деле, да, его нет. Есть вопросы, которые необходимо решать на дальнейшем уже этапе. Это реинтеграция, это нормализация отношений с соседним государством, это вопросы восстановления, разминирования, налаживания коммуникаций, возвращения к переселенству. Но это внутренний вопрос Азербайджана. Это не вопросы, связанные с каким-то противостоянием с Арменией или с любой другой страной земного Ушана. Это реальность, о которой говорил президент Хамалиев сразу после окончания боевых действий. И вот за два года, видимо, наконец-то весь остальной мир смирился с этой реальностью. Именно поэтому Блинкин и прочие, они так активны. Поэтому активен Шарль Мишель, поэтому активен Блинкин. Очень коротко по поводу Вашингтона, опять же, эта активность, она будет результативной? То есть, вы ждете результативности? Я, скорее, осторожно оптимистичен на этот счет, потому что, конечно, да, эта активность, она... Если настолько они вот... Да, если впервые за все эти десятилетия такая активность проявляется, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Ваши мысли понятны? Азербайджан, опять же, начнем с вас. Вот Эмин сказал по поводу Франции. Дело в том, что глава МИД Франции, во Франции, как говорится, ну, это отдельный разговор, она на днях выступила с заявлением, ее зовут Катрин Колонна, она сказала по поводу России и всей той ситуации, которая есть у нас. Она заявила о неспособности России играть роль арбитра в отношениях между Арменией и Азербайджаном. И тут у меня вопрос. Во-первых, какая фактологическая база сидит в голове этой мадам, которая приходит вот к такому выводу? Это один момент. И второй вопрос. А почему Франция может быть арбитром? Вот я из Баку задаю, а почему Франция может быть арбитром, если она считает, допустим,... Потому что, если мы посмотрим просто ленту новостей, во Франции становится, знаете, рутинным обычным делом нападение на посольство Азербайджана в Париже. Такие, знаете, такие агрессивные армянские... Бонформирование, наверное, уже надо называть там. Это хороший тон в их кругах получается. Пойти, напасть там, попытаться что-то сломать. Это происходит в ее стране, во Франции. Это говорит глава МИД, не министр здравоохранения. А почему Франция может быть арбитром? Азербайджан? И она хочет быть после этого арбитром. Ну, во-первых, я хочу сказать вот что. Почему ведущие страны заинтересованы в разрешении этого конфликта? Вот Черноморский регион, который я по работе представляю, вот конфликт Азербайджана с Арменией, он очень пагубно повлиял на экономическое положение всего Черноморского региона. И сегодня настал исторический момент. Вы знаете, после пандемии вообще мир столкнулся с экономическим кризисом. И сегодня все ведущие страны заинтересованы в том, чтобы как-то преодолеть этот экономический кризис. Подписание мирного договора позволит открыть коммуникацию, и в регион придет развитие. Я думаю, что активность господина Блинкина, скорее всего, связана с этим. А то, что касается заявлений министра иностранных дел Франции, Вы знаете, я думаю, что это не делает чести министр иностранных дел такой ведущей страны, как Франция, делает такие заявления. Или президенты, когда они говорят, что они во всех отношениях поддерживают Армению. В чем поддерживают? В оккупации азербайджанских земель поддерживают? Или недавно другой визит, другой в европейские страны министр иностранных дел посетил Армению, тоже сказал, что во всем поддерживают Армению. Если они в оккупации поддерживают, пусть так и скажут, что да, мы сторонники оккупации. Но я думаю, что таким людям мест на мировой политике вряд ли в ближайшее время будет. Я думаю, что разум все-таки восторжествует. И эти страны скоро подключатся к этим интеграционным процессам, которые будут в нашем регионе. И поэтому с этой точки зрения я более оптимистично настроен. Я думаю, что все ведущие страны должны приложить усилия, чтобы был подписан мирный договор. И тогда в регион придет мир и процветает. А почему Франция может быть арбитром? Видимо, в ее голове все-таки есть вопрос не в России, сейчас мы обсуждаем. Но она считает, что Россия не может быть арбитром. А вот с таким поведением Франция может быть арбитром? Ну, видимо, цель ее заявления прежде всего была антироссийской, наверное. Отвечая на вопрос о том, может ли Франция быть арбитром, какой вменяемый человек вообще будет раздумывать даже над тем, может ли абсолютно проармянская Франция, власти которой, формируясь через избирательные процессы, в конечном итоге зависит от армянской диаспоры, в том числе, которую нельзя не назвать нейтральной и которая в каком-то смысле даже является одним из участников этого армяно-азербайджинского конфликта, говорить о какой-то нейтральности Франции в принципе не приходится. В том числе, если учитывать заявления того же Макрона, неоднократно сделанные, заявления разного рода чиновников, визиты вот эти, когда, я уже не помню, какое должностное лицо французской депутаты, по-моему, это были, когда они чуть не впорачивались в багажниках, проезжали мимо российских миротворцев по Лачинскому коридору. Ну, о какой тогда нейтральности можно вообще говорить? И если уж на то пошло, то безотносительно противостояние России с Западом. Россия играет определенную роль. Соглашение о прекращении боевых действий, армянская капитуляция была подписана именно в Москве. Один из форматов, в рамках которых припринимаются попытки по нормализации отношений между нашими странами, один из этих форматов тоже происходит в Москве. И понятно, что Россия, как очень крупное государство, обладающее определенным ресурсом, в котором проживает достаточно много и армян, и азербайджанцев, в том числе и людей, которые одновременно являются гражданами обеих этих стран, я имею в виду, конечно, Россию и Азербайджан, и Россию с Арменией, безусловно, она играет определенную роль. Российские миротворцы стоят в Карабахе, на азербайджанской территории. То есть, так или иначе, не считаться с теми усилиями, которые предпринимает Россия, просто исключать Россию из процесса нормализации невозможно. Тем более потому, что какая-то французская министра очередная решила вдруг, что ей там не место. Да, порекомендуем французскому министру посмотреть просто в зеркало, я имею в виду с точки зрения дипломатии. У нас остается очень мало времени, буквально по минуте на ответы. Я бы хотел бы просто... Никол Пашинян выступил с одним заявлением. Он сказал, что берет на себя ответственность за реализацию повестки мира. Буквально цитата. Я подтверждаю, что мы придерживаемся повестки мира и подтверждаю, что то, что я сказал в своем последнем интервью, ответственность за реализацию повестки мира по этой форме беру на себя. Ожидаю поддержки парламентского большинства и народа для притворения этой повестки в жизнь. Сказал он, заявив, что видит дорогу и готов по ней двигаться. Очень коротко. Асяб Малин, вы полагаете, что армянское руководство готовит свой народ к так называемым, но они там говорят, к болезненным уступкам? О чем идет речь? Буквально минута у вас и минута будет у Эмин. Асяб Малин? Вы знаете, очень с осторожностью подхожу к этому заявлению. Конечно, хотелось бы, чтобы это было так, потому что история показывала, что, если помните, по-моему, в 99-м году, когда Роберт Качарян, будучи в Брюсселе, согласился на подписание этого договора с Азербайджаном, а потом, вернувшись, через три дня отказался от этого. Поэтому и в этом случае я очень осторожно подхожу к этому заявлению. Но, тем не менее, я надеюсь, что действительно он понимает, что без мирного договора с Азербайджаном и также с Турцией никакого развития в Армении не будет. Это для них жизненно важный вопрос, и они должны это сделать. Время, я извиняюсь, что вы думаете по поводу сказанного премьер-министра Малин? В принципе, хотелось бы надеяться, что Пашинян... Никто Пашиняну не доверяет студии, я чувствую. Ну, конечно, вряд ли мы бы стали доверять очередному правителю страны, который 30 лет оккупировал 20% нашей территории, говоря при этом о мире, о нормализации, о урегулировании и так далее. Хочется надеяться, что Пашинян отдает себя отчет в том, что говорит. Хочется надеяться на то, что он чем-то отличается от своих предшественников, потому что если он от них не отличается, закончит он точно так же, как они, где-то на обочине протестных движений. Будем надеяться, что все-таки отличается. Уважаемые гости, к сожалению, эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за участие. Напятая нашим зрителям, в студии на наши вопросы отвечал главный редактор информационного агентства «Тренд» Имин Алифин. Им большое спасибо. Спасибо вам. А по Zoom с нами общался генеральный секретарь по Чес, академик Асяб Гаджев. Асяб, мадам, вам тоже большое спасибо. 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 В эфире телеканал СБС. Была общественно-политическая передача «Актуальна сегодня». Я ее ведущий Санарзаев. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»